МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С итогами этого дня знакомим вас я, Лаура Жакупова, и мои коллеги канала Хабар-24. Добрый вечер. О развитии научного потенциала Казахского национального университета имени Аль-Фараби и подготовке кадров доложил президенту ректор вуза Галим Каир Мутанов. На встрече глава государства акцентировал внимание на роли вузов в деле обучения молодых специалистов, адаптированных к условиям глобальных экономических и технологических изменений. По словам Нурсултана Назарбаева, сегодня университет обладает высоким рейтингом. В свою очередь Галим Каир Мутанов доложил президенту о результатах трансформации и адаптации учебного процесса к современным требованиям и рассказал, как реализуются проекты в сфере IT и каким же образом налаживается процесс взаимодействия между вузами в рамках создаваемого IT-технопарка на базе университета. По информации ректора, свыше 60% студентов казну сейчас обучаются естественным наукам. Вы возглавляете один из главных и крупных университетов страны, где обучаются 20 тысяч студентов. Среди них есть и иностранные студенты. Этот университет обладает высоким рейтингом. Сейчас стоит проблема развития науки. Нужно подготовить специалистов в сфере индустрии, СМИ. Как это у вас все сейчас налаживается? Ваше послание «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» стало хорошим толчком для нас. С вузов начинается реализация всех программ, в том числе Рухани Жангару. Если мы хотим соответствовать международному уровню, нужно меняться. Мы провели трансформацию. Наша главная цель – превратить университет в международный исследовательский центр. Мы должны готовить не только передовых специалистов, но и необходимо развивать науку и инновации. Университеты должны стать экономическим драйвером страны. Сейчас мы осуществляем несколько новых проектов. Один из них – это суперкомпьютер. Когда вы встречались с президентом Китая, вы говорили об этом. Сейчас между правительствами двух стран достигнуто соглашение. Если оно реализуется, то в первом полугодии мы уже приобретем этот суперкомпьютер. За это вам спасибо. Вы проводите научные исследования? У нас есть восемь проектов по естественно-научному направлению, восемь по гуманитарному. Количество научных работ увеличилось в пять раз. Также увеличилось количество публикаций наших ученых в мировых журналах. Сейчас из 20 тысяч студентов сколько обучаются гуманитарным наукам и сколько естественным? Сейчас у нас естественным наукам обучается 60% студентов. Благодаря посланию народу казахстанца мы открыли новый факультет по IT-технологиям. Туда входят две кафедры. Первая по блокчейну, вторая – большим данным. Мы с вами познакомились, когда вы возглавляли Северо-Казахстанский университет. Вы провели там большую работу. Потом вы работали в Усть-Каменогорске, возглавляли технический университет. И учитывая все это, я назначил вас в самый большой вуз страны. И здесь вы неплохо себя проявили, я наслышан. Продолжайте работать в таком же русле. Глава государства также встретился с руководителем Назарбаев интеллектуальных школ, которые, по словам президента, являются большим достижением в среднем образовании Казахстана. И вот теперь должны стать образцом для других среднеобразовательных учебных заведений. В свою очередь, Куляр Шемшидинова рассказала, что за 10 лет существования ниш количество желающих поступить в интеллектуальные школы выросло в несколько раз. Интеллектуальные школы – наше самое большое достижение в среднем образовании. Открыть их я дал поручение в 2008 году. В настоящий момент функционирует 20 Назарбаев интеллектуальных школ во всех регионах страны, которые уже выпустили 5660 детей. Все они свободно говорят на трех языках – казахском, русском, английском. Что доказывает, ничего сложного в этом нет. Все они поступили в университеты. Теперь эти школы должны стать образцом для других средних общеобразовательных учебных заведений. Казахстанские школы должны пройти модернизацию и перенять опыт ниш. В наших школах обучаются дети из обычных семей. Ученики отбираются только по способностям. Как вы отметили, 20 школ работают в данный момент. Они обучают 3000 детей, в том числе из аулов и небольших городов. В Назарбаев интеллектуальных школах созданы условия для того, чтобы там можно было учиться и жить. По сравнению с 2010 годом, сейчас в конкурсе на одно ученическое место участвуют до 10 детей. До этого желающих было 1-2 человека. Это доказывает, получать образование в этих школах желает большее количество учеников. В этом году НИШ планирует принять 2000 детей с нового учебного года. В данный момент к нам поступило 15 тысяч заявок. Все они пройдут конкурс. За все время существования школ с вашей стороны и со стороны правительства была оказана большая поддержка. За счет чего нам удалось создать сильный педагогический состав. Сегодня у нас работает 2800 учителей. Из них 190 – иностранцы. Также числится 102 учителя, получивших образование по государственной программе «Булашак». В Казахстане запретят банкам взимать комиссии за ведение счета, связанного с выдачей и обслуживанием кредита. Такой пункт включен в пакет поправок, направленных на усиление защиты права собственности и арбитража. Документ представил в Мажелесе глава Минюста. Анализ показывает, что банки могут брать комиссии за те вещи, которые в обычной практике не берут. То есть они пользуются своим положением и за одни и те же действия иногда порой были случаи, когда брали две комиссии. Или, например, комиссия связана с кредитованием, а деньги поступают на текущий счет и еще за то, что в ведении текущего счета вторая комиссия берется. Еще один законопроект представил глава Нацбанка Данияр Акишев. С помощью этого документа страхование здоровья и имущества станет возможным в интернете. Нововведение облегчит жизнь автовладельцам. Больше им не придется возить с собой бумажные полисы, оформлять страховку в офисах компании. Все можно теперь будет сделать онлайн. Актуальность документа дорожные полицейские могут проверить в интернете. И, кроме того, изменится страхование туристов, выезжающих за пределы республики с помощью туроператоров. Теперь по закону им необходимо будет оформить страховку, которая защитит их в случае ЧАЭС. И стоимость ее будет складываться из расчета 320 тенге за один день. Ни для кого не секрет, что в практике страхования имеет место сговор между юридическим лицом и страховым агентом. Сговор состоит в том, что зачастую юридическое лицо заключает договор с тем страховым агентом, который вернет большую сумму от страхового взноса, или, как говорят, с тем, кто больше откатит. Сумма откатов доходит до 40% от страхового взноса юридического лица. В этой связи у меня вопрос, решает ли проблему недобросовестной конкуренции, на возгляд, меры, предложенные в законопроекте. Мы изучили данный вопрос, и в данном законопроекте установлен ряд требований и ограничений для страховых агентов в целях прозрачности их деятельности. Более того, со стороны надзорной инвестиционной практики Национальный банк сейчас принимает жесткую политику по ограничению данного вида деятельности. Для эффективной интеграции в рамках Евразийского экономического союза необходимо прорабатывать проблемные вопросы, связанные с неисполнением подписанных законов и соглашений. Об этом говорили председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дариган Азарбаева и глава коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. Встреча при участии министров ЕЭК Тимура Жексылыкова, Марата Кусаинова и казахстанских парламентариев состоялась в Москве, в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии. Для того, чтобы разъяснять гражданам стран Евразийской пятерки, как отразятся на их жизни изменения в законодательстве ЕЭС, Дариган Азарбаева предложила создать при этом объединение телевидения. Участники встречи договорились активно сотрудничать. Как изменится Астана? К 2020 году. Сколько новых детских садов, больниц и школ появится в столице к этому времени? Об этом и не только рассказал Аким на ежегодной отчетной встрече с населением. О самых интересных проектах, которые начнут реализовываться уже в этом году, расскажет Зарина Бейсембина. Одним из главных событий прошлого года Аким в столице назвал ЭКСПО-2017. Астану посетили около 4 миллионов человек, и город справился с нагрузкой. Запустили новый жидовокзал и международный терминал в аэропорту. Выросли экономические показатели. Чтобы закрепить этот результат, в Астане приняли программу развития до 2020 года. Данная программа направлена на улучшение социального благополучия всех астанчан. Эта программа делится на два направления. Первое – это улучшение качества среды вокруг каждого человека, вокруг каждой семьи. Это вопросы образования, экологии, здравоохранения, работы общественного транспорта, безопасности, улучшения жилищных условий и других. Второе направление – это рост доходов населения. После доклада Акима встреча перешла в формат «Вопрос-ответ». Жителям дали возможность лично рассказать Осету Исикешеву, с какими проблемами они сталкиваются, живя в Астане. В числе первых прозвучал вопрос о качестве медицинского обслуживания. 8 тысяч медицинских работников будут обучены. Сестры, врачи, в том числе в лучших странах мира. Поэтому эти вопросы на контроле. Недавно мы проводили коллегию с министром здравоохранения. Все вопросы обсудили. Я думаю, что система медицины будет у нас с каждым годом значительно улучшаться. В ближайшие три года в Астане построят 27 школ. Так, в Акимате намерены решать проблему с трехсменным обучением. Что касается детских садов, уже в этом году в Астане будет размещен госзаказ на 28 тысяч мест в частных садах. Акиматам заключены договоры о строительстве шести дошкольных учреждений в рамках ГЧП. Два из них ведут в эксплуатацию до конца года. От социальных вопросов жители перешли к проблемам ЖКХ. Осета Секешев заявила о важности газификации нескольких районов. Юго-Востока, Коктала и Андереса. В пригородной, Тельмана и район аэропорта голубое топливо проведут уже в этом году. Мы начали проект по модели жиженого газа. Инвестором построена регазификационная станция по проспекту Туран. В нее начата подача привозного жиженного природного газа. Первым потребителем Назарбаев университет. Завершено подключение Космического центра и Академии Министерства обороны. Также в этом году мы будем подключать наши крупные спортивные объекты Аллау Астана-арена. С участившимися случаями падения лифтов Акимат взял ситуацию под особый контроль, заявил Секешев. По его словам, в 2019 году в городе начнут производить лифты и обслуживать их. Производство развернется на территории индустриального парка. К работам уже привлекли инвестора. Постепенно решаются и проблемы дольщиков. Правительство приняло решение, внесло изменения в программу Нур-Лежер и выделило 40 миллиардов тенге из Национального фонда по поручению президента. Но на возвратной основе у нас было 100 проблемных объектов. В результате работы городской комиссии сейчас осталось 51. Из 51-го 12 построены, идет оформление процедур. То есть по 39 вопрос достройки стоит. Из 39 по каждому есть собрание жильцов, созданное ЖСК. 6 решили строить сами с предпринимением частного инвестора. Потому что они понимают, что деньги Национального фонда должны быть возвращены. Они говорят, нам лучше, мы сами построим. Остаешься 33. Прошли еще, идут сейчас следствия. Встреча Акима длилась около трех часов. За это время Осета Секешев ответил в среднем на 15 вопросов. После чего продолжил принимать жителей Астаны лично. Арина Бесембина, Ержан Рахманбердиев, Хабар-24, Астана. 19 человек погибли в результате столкновения двух поездов в Египте. Раненых в два раза больше. Инцидент произошел на станции в провинции Бухейра. Во время движения от пассажирского состава отцепились два вагона. В результате в них врезался грузовой поезд, который шел следом. На месте сейчас работают спасатели и 30 машин скорой помощи. За два дня гуманитарной паузы из Восточной Гуты не удалось уйти ни одному мирному жителю. В боевике постоянно обстреливают специальный коридор, который соединяет этот район и Дамаск. В частности, под огонь попали позиции сирийской армии у населенного пункта Вафидин. Именно там расположено все необходимое для приема беженцев. Напомню, по предложению России эвакуация должна проводиться каждый день с 9 утра до 2 часов дня. Но планы эти под угрозой срыва. Несмотря на то, что Восточная Гута со всех сторон окружена проправительственными войсками, оппозиция удерживает этот район уже 6 лет. Кроме того, там действуют 4 разные террористические группировки. Арабская коалиция во главе Саудовской Аравии нанесла воздушные удары по городу Саада, расположенному на севере Йемена. И, как сообщает Рейтер, погибли 5 мирных жителей. По меньшей мере 14 получили ранения, в том числе и дети. По данным агентства, обстрелу подверглись жилые дома. Представители коалиции пока никак не комментируют произошедшее. Мы напомним, конфликт между еменскими правительственными силами и повстанцами-хуситами вспыхнул в 2014 году. Спустя год коалиция арабских стран заявила о поддержке официальных властей Йемена и ввела в страну войска. По данным ООН, конфликт уже унес жизни не менее 10 тысяч человек. Свыше 20 миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Мы пошли проверить, остался ли кто-нибудь в живых. Под обломками дома мы нашли женщину. Она сказала, что под руинами есть люди. Как только мы начали разбирать обломки, рядом с нами вновь прогремел взрыв. И я побежал в надежде найти укрытие. В Чехии свирепствует эпидемия гриппа. По данным Государственного медицинского института, за три недели от болезни уже скончались 50 человек. Почти две сотни жителей находятся в тяжелом состоянии. Большинству жертв было за 60 лет. Как отмечают в ведомстве, пожилые люди переносят заболевание особенно тяжело, поскольку грипп приводит к обострению и других болезней. По словам медиков, эпидемия будет продолжаться еще несколько недель. В прошлом году жертвами заболевания стали 114 человек. Обильные снегопады, ливни и последовавшее за ними потепление обернулось для жителей Алматинской области природным стихийным бедствием. В поселках Жамбылской области, Жамбылского и Толгарского района в результате таяния снегов подтопленными оказались десятки домов. Как заявил замглавы МВД Юрий Ильин, в этих районах объявлено чрезвычайное положение. В поселке Каиназар Жамбылского района Алматинской области таяние снегов привело к разливу реки, которая повредила мост, смыла дороги, залила жилые и хозяйственные постройки. За двое суток удалось стабилизировать ситуацию. В ликвидации последствий стихии были задействованы 50 человек и 6 единиц спецтехники. На сегодняшний момент ситуация стабилизировалась, и сейчас поселку ничего не угрожает. Мы несем дежурство и готовы к любой аварийной ситуации. Подтопило и 40 строений на склона гор в поселках Интымак и Узунагаш. Как говорят специалисты, одна из причин строительства в запретных зонах близ рек. Как говорится, в ночное время обычно приходят к нам несчастья и беды. Наводнения, потопы, все происходит в ночное время. В эти дни также заливало водой некоторые улицы и частные дома в Алматы. С 22 февраля в ДЧС поступило больше 80 заявок о подтоплениях. В Жамбылской области возникла угроза подтопления населенных пунктов. В зоне риска оказались села Тиренозек, Ахартубе и Мамай-Хаэнды. Там проживает порядка полутора тысяч жителей. Талые воды подтопили 30 домов. Усугубил положение дождь. В итоге воды стало больше. На помощь сельчанам поспешили спасатели. Они возвели дамбу из мешков с песком. Всего в работе задействованы были 160 человек и 20 единиц техники. По словам специалистов, ситуация на контроле. Угроза снята во всех населенных пунктах горной местности Турару-Сколова и Меркенского района. Идется мониторинг местными исполнительными органами и сотрудниками департамента ПЧС. Во всех населенных пунктах воду откачали. Пострадавших нет. Цифровизация госсектора позволит значительно снизить уровень коррупции. Таким мнением поделился глава Национальной палаты предпринимателей Атамикен Тимур Кулебаев. По его словам, для активного развития отечественного бизнеса необходимо скорее внедрить современные технологии. Особо глава Атамикена отметил таможенную сферу. До конца года в ней отцифруют порядка 17 процедур. Мы работаем для того, чтобы создать правительство для бизнеса. И те услуги, которые оказываются по линии Министерства национальной экономики, по линии Минсельхоза, по линии Министерства индустрии и развития, чтобы мы все свели в электронный формат для того, чтобы исключить взаимодействие с госчиновниками. Кроме того, в Национальной палате предпринимателей и антикоррупционном агентстве решили защищать отечественный бизнес сообща. Стороны подписали дорожную карту, в рамках которой планируют оптимизировать контрольные и надзорные функции госорганов, ужесточить ответственность чиновников за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность и автоматизировать большинство бизнес-процессов. Закрытие 13 подразделений ЕНПФ прокомментировала зампредседателя правления фонда Саулея Егиубаева. Она отметила, что сокращены самые непопулярные операционные залы. Параллельно, возможность получать услуги компенсируется выездом сотрудников на предприятия и в отдаленные населенные пункты. Кроме того, возможности вкладчиков постоянно расширяются электронными услугами. Их можно получить как через сайт фонда, так и созданное им мобильное приложение. В результате всех этих действий общая экономия бюджета ЕНПФ в прошлом году составила порядка 20%. Также отметим, что при необходимости очного общения неподалеку от закрытых офисов есть работающие. Их адреса можно узнать на сайте в разделе «Региональная сеть». Мы проводим регулярную оценку операционной нагрузки на отделения, по посещаемости отделений и по потребностям потребителей пенсионных услуг. Соответственно, с начала 2018 года были оптимизированы 8 центров обслуживания в малых городах и 5 отделений в областных центрах также были оптимизированы в связи с низкой посещаемостью и с низкой операционной нагрузкой. Снимать больше фильмов о заслуженных деятелях страны и увеличивать долю отечественной продукции на телеканалах, развивая с помощью этих картин патриотические чувства. Такое предложение прозвучало во время заседания Республиканского совета МИРАС при партии Нур-Отан. Там обсуждали роль гостелеканала в формировании национального кода. Публицист Алдан Смаил считает, что для развития телевидения в Казахстане необходимо создать институт журналистики, в котором бы и готовили корреспондентов узкой специализации. Затрагивались и другие вопросы. По словам министра информации и коммуникации Даурена Абаева, республиканские СМИ ведут активную работу по реализации программы модернизации общественного сознания. Когда я был на приеме у главы государства в начале этой недели, президент отметил, что масс-медиа играет большую роль в патриотическом воспитании молодежи и особо отметил необходимость повышения качества отечественных телесериалов. По прямому поручению у главы государства Министерству информации и коммуникации проводится большая работа. Так, в 2017 году по заказу министерства было снято 40 отечественных сериалов. Отмечу, что по сравнению с 2016 годом полный хронометраж казахстанских сериалов превысил 2000 часов. Другими словами, можно сказать, что телеканалы сократили хронометраж иностранных многосериек на 2000 часов. В этом году отечественное телевидение празднует свое 60-летие. Вклад в его развитие внесли и работники агентства Хабар. Среди них есть и журналисты, и ведущие, и операторы, которые посвятили голубому экрану почти четверть века. Об историях и судьбах не случайный герой в телевидении подробнее расскажет Гульнара Хасан. Это кадры 20-летней давности. Первый год работы на главном телеканале страны. Зин Алибек одним из первых сообщил телезрителям о втором полете в космос с казахстанских космонавтов. Рассказывает, что работали в прямом эфире. Прошли годы, а он все так же верен телевидению. Только работу в поле сменил на студию. И вот уже на протяжении многих лет остается лицом агентства Хабар. Если сравнивать тогдашние телевидения с сегодняшним, конечно, есть большая разница. Есть большая разница в сфере внедрения новых технологий, оснащения новой техникой. Но главная миссия журналистики служить народу, служить государству никогда не меняется. Просто и понятно, а сложно. Объективно, достоверно и нетревзято о государственной политике и проблемах в стране вот уже много лет. Известный ведущий отмечает, казахстанская тележурналистика никогда не теряла своего уровня. Наоборот, вобрала лучший опыт. Телевидение по-прежнему остается основным источником актуальной и самой достоверной информации. Имя Едали Ермитбаева на казахстанском телевидении звучит уже четверть века. Впервые на ТВ он пришел в 17 лет, будучи студентом Алматинского технологического техникума. Начинал ассистентом на гостелерадио. Почти 20 лет работал оператором на телеканале Хабар. Ради ценного кадра не раз рисковал. В составе съемочной группы Едаль Ермитбаев работал в Афганистане, в горно-бадахшанском автономном округе Таджикистана, когда в начале 90-х там шла гражданская война. Объектив его камеры помнит и самые важные моменты истории независимого Казахстана. Переезд в столице. 97-й год, 10 декабря. Как вчера помню, мы встретили поезд с депутатами нашими, Мажелеса. Первые стройки, первый нефтепровод, открытие, встречался, писал интервью. Махаткир Мохаммадов, Ликон Ю, Сулейман Демирелев, Шеварнадзе, Эдуард. Первым президентом Украины. Я люблю свою работу. Я счастливый человек. Своим многолетним трудом они продолжают вносить вклад в развитие казахстанского телевидения. Непростую работу объясняя просто. Журналистика – это не профессия, это образ жизни. Гульнара Хасан, Аманжол Байгазин, Ирлан Наур-Избаев, Хабар-24, Астана. Такими были у нас итоги. До скорой встречи. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»